Мир вам, братья и сестры! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Сегодня мы поговорим и обсудим такой вопрос, я думаю, интересующий многих и вызывающий много споров и мнений. И я расскажу почему. Потому что этот вопрос веры, веры каждого человека. Я имею в виду сейчас, во времена Нового Завета, и не касаясь других веросповеданий и отдельных народов, где Бог сам лично говорит, что и сколько нести в храм. Все разногласия в основном в современной церкви появились из-за отсутствия конкретного слова или указа Иисуса Христа на эту тему. Эти все вопросы решает та община, церковь, которую вы посещаете и являетесь членом этой церкви. И здесь я тоже спорить не собираюсь ни с кем. Это вопрос веры каждого человека. За свое время в жизни во Христе я встречал много различных мнений. Кто дает десятину, кто-то нет. Я не могу сказать, что те будут иметь спасение, а те нет. Есть только один ответ на тему финансов. Поступайте так, как вам говорят в той церкви, где вы являетесь членом общения верующих. Исполняйте те законы, обычаи. Поступайте так, как вас учат в вашей церкви. Не смотрите по сторонам, где и как делают у соседей. То их семья, и они сами решают, что хорошо, а что плохо. Проблема с финансами не в том, что мы даем или нет. Вопрос послушания церковной семьи, духовной общины, тела Христа на земле. И мы становимся частью общения верующих или несем раздор. Мы имеем внутренний мир или раздваиваемся сами в себе. Дело нашей веры Друзья, вы встречали человека, когда ему что-то рассказываешь, что-либо, и говоришь, что он не прав. Приносишь ему много доводов и причин, но этот человек тебя просто не слышит и не воспринимает. Друг мой, оставь этого человека в покое. Это его вера. Пусть живет согласно своей вере, и ты не имеешь права разрушать ее. Ведь Бог принял этого человека, и сам Бог решит эти вопросы с ним. Апостол Павел так сказал на эту тему в послании к Римлянам, 14 глава. Немощного в вере принимайте без спорах о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом он стоит или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит, а всяком дне равна. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Послание к Римлянам, 14 глава, с 1 по 5 стих. Не осуждай чужого раба, потому что Бог принял тебя. Не осуждай чужого раба, потому что Бог принял его. Не осуждай чужого раба, потому что силен Бог восстановить его. Главное, что все делают это для Бога, и Бог принял. Друг мой, живи согласно своей веры, не разрушай ее, ведь Бог принял тебя. И Бог сам решит эти вопросы с тобой. Не осуждай себя, потому что Бог принял тебя. Не осуждай себя, потому что Бог силен восстановить тебя. Главное, что все делают это для Бога, и Бог принял. Десятина дары приношения. Все вопросы решай со своими старшими служителями. Подойди и спроси, как правильно? Тебя научат, как правильно вести себя в общине и быть чистым пред Богом. Друг мой, церковь до сих пор принадлежит Иисусу Христу. Господь Иисус Христос до сих пор внимательно следит за Своей церковью и как вы там себя ведете. Это очень хорошо, ведь так? Как хорошо осознавать, что Господь наблюдает за тобой и видит то, как ты себя ведешь. Иисус Христос смотрит на тебя. Куда идут приношения? В этом есть и твоя часть. Все финансы идут на содержание помещения или устройство с собранием, в которое ты ходишь. Ведь тебе приятно прийти в чистое помещение, хочешь, чтобы звук был хороший. Может и чай, кофе для общения тоже был. Так, мой друг? Поверь, все это стоит некоторых финансов. И как в семье, ты тоже участвуешь в обустройстве дома, быта. Так и в церкви ты тоже участвуешь в обустройстве общих собраний. Когда придешь в церковь, посмотри по сторонам. Увидишь хорошее, знай, в этом есть и твоя часть. Видишь что-то плохое, не обвиняй сразу служителей. Знай, в этом есть и твоя часть. Церковь принадлежит Иисусу Христу. Друзья мои, Господь и сейчас смотрит на наши поступки. Евангелист Марк описал интересный случай в Иерусалиме. Это Евангелие от Марка, 12 глава, стихи 41 по 44. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет один кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Его все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела. Все пропитание свое. Это Евангелие от Марка, 12 глава, 41 по 44 стих. Друзья мои, современная церковь до сих пор принадлежит Иисусу Христу. И Он смотрит, что мы приносим, а что нет. И видит, как мы приносим. Он видит причину наших приношений и наше сердце. Друг мой, приносить финансы в церковь или нет? Посмотри вокруг себя, когда придешь на собрание, и все поймешь. Подойди к старшим служителям и спроси, как заведено в вашей общине. Не стесняйся. Не смотри на другого, не осуждай брата своего, а живи и поступай согласно вере своей, и будь чистым пред Богом, Господом, и в вопросах десятинных даров и приношений. Проект покаяния. Я расскажу на примере моего проекта покаяния. У меня нет здания церкви, но мне нужно и мне не нужно платить коммунальные услуги, и все финансы, которые вы перечисляете, идут на обслуживание интернет-ресурсов, сайтов, соцсетей, на достижение мужчин, людей, женщин в отдаленных местах, куда практически не может пройти проповедник, но может пройти молитва покаяния. Спасение жизни людей, как физически, так и духовно. И когда вы видите в телефоне, в соцсетях фразу молитва покаяния, примиритесь, помиритесь с Богом, знайте, что в этом есть и ваша часть. Когда вы попадете на небеса к Богу и встретите там людей, которые обрели мир с Богом через ваше участие, вы будете счастливы. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.